Мужики способны соображать на троих даже всемиром. Ну, Коля! Ну, подожди, дорогая, дай отдохнуть. Что вы на меня смотрите? Да, иногда кричит. Но в целом-то жена это же хорошо. Приходишь домой, она тебя ждет. Говорит там, как день прошел. Приятно? Да. Собака тоже хорошо. Приходишь домой с работы, она тебя там ждет. Дверь открываешь, хвостом виляет. И в отличие от жены, она тебе рада всегда. Ящик пива. Приходишь домой, он тебя ждет. Ничего не говорит, ничем не виляет. Просто стоит в холодильнике, холодненький и ждет. Надо только раз в неделю покупать другой ящик и все. Погодите, ну некорректно сравнивать жену и пиво. Ну, жену хотя бы можно обнять. У собаки в этом плане преимущество. Собаку тоже можно обнять. А можно и не обнимать. Попробуй не обними жену. Пиво вообще не надо обнимать. Хотя иногда с похмелья очень приятно обнять холодненькую баночку. Всю холодную, заметьте. А не только нос, как у твоей собаки. Да что вы знаете про собак. Ночью идешь с ней, она тебя может защитить от кого угодно. Собака это безопасность. Вы не знаете мою жену. Мне с ней ночью вообще ничего не страшно. Она меня ночью никуда не выпустит. Если у тебя есть ящик пива, зачем вообще куда-то ходить по ночам? Да у моей собаки щинки по 50 тысяч. Знаете, сколько она мне за год зарабатывает? Ха, 50. Мне жена второго родила 500 тысяч. Третьего еще 690. А тут первый как раз в школу пошел. На тебе еще десяточка прилетела. Аргумент. Вопрос только. Надо придумать, куда тратить такие деньжищи. А тут. Все понятно. Да. А с собакой твоей надо еще гулять. Можно подумать, с пивом твоим гулять не надо. Согласен. Пиво тоже надо выгуливать. Если почки нормально работают. На одно дело в 6 утра, в минус 30 по сугробам это. А другое дело в тапочках по теплому полу. По теплому. Если жена заботливо расстелила коврики. И вообще, чтобы вы понимали. Я могу прийти домой, открыть дверь. Сказать жене. Хочу. Мы идем в спальню и у нас все прекрасно. Я могу прийти. Открыть дверь. В холодильник сказать. Хочу. А потом он говорит. Да что-то не хочу. Ни одна банка в ящике не надуется. Аргумент. Зато это пиво твое надо покупать. Потом эти бутылки куда-то девать, убирать. Собака это шерсть по всей квартире. Тоже надо убирать. А жена и за собой уберет. И за мной тоже. Аргумент. Аргумент. Что говоришь, Найда? Тебе не надо шубу? У тебя своя шуба. И сапоги тебе не надо. И на Мальдивы мы не полетим, да? Тебе только с мячиком побегать поиграть, да? Да ты же моя хорошая. Держи. Да понял я. Аргумент. Что говоришь? Что говоришь, а? Что? Ничего не говоришь? Ничего не говоришь. Хотя и живое. Подождите, первый раз, да, женат? Да нет, второй. С первой так разводился тяжело. Квартиру отсудила. Не хочу вспоминать. А у тебя какая собака по счету? Третья. Но первая была такая умница. Она когда умерла, я как ребенок плакала. Понятно. 25386. И как первая, только положительные эмоции. Ты что расселся тут, алкоголик? Так это... Ты же безалкогольная. Ой, простите, пожалуйста. Ты что тут расселся безалкоголик? Давай быстро встал. Там Манюня на газон наделала. Убрал и домой. Да-да, я... Конечно, Манюня, Манюлечка. Манюня. Фу ты. А я уж поверил, что... Есть на земле... Счастливые люди. Манюня. Эльрам. Субтитры сделал DimaTorzok